Мы приветствуем наших телезрителей в эфире программы «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Олег Буцкий, фотограф. И таким поводом для нашей встречи стало знаменательное событие. Одна из ваших фотографий занимает топовые места в журналах, в том числе в National Geographic, на портале. Ее видели, наверное, уже миллионы в стране. Как вы себя чувствуете, как автор такого шедевра? Да, вы знаете, как-то, наверное, спокойно. Спокойно. Я особо сильного значения этому не придал. Хотя приятно, безусловно, приятно, когда замечают то, что ты делаешь, твои работы. И тем более такие топовые журналы, как National Geographic, действительно приятно. Вообще, иметь даже свою страничку, как страничку фотографа в рамках National Geographic, в рамках интернет-проекта, это, наверное, мечта любого фотографа-пейзажиста. Вы давно уже довольно размещаете свои работы там? Да, я достаточно давно размещаю свои работы там. Но, скажем так, не все фотографии попадают в какие-то шорт-листы, да, оцениваются редакторами данного журнала. Но бывают такие моменты, когда да, когда попадают и размещают. Вот этот снимок, который стал таким популярным внезапно для вас, расскажите о нем, что это за фотография, когда сделана, в какой момент? Эта фотография была сделана, наверное, в самые сильные морозы, которые у нас были буквально несколько недель назад. Абсолютно спонтанная поездка, которая не предвещала там ничего сверхъестественного. Просто понимая погоду, зная образование туманов и всего остального, да, то есть я просто принял решение, что я поеду поснимаю там, потому что знаю, как будет красиво. Вот, ну да, приехал, сделал несколько десятков кадров, что-то понравилось, что-то не понравилось. Вот, ну и, скажем так, это такая обычная, наверное, ежедневная работа с фотографиями, да, которая вот принесла какой-то результат, да, ну не какой-то, а вот тот результат, о котором мы сегодня с вами говорим. При этом, наверное, поразительным для многих жителей побережья Листвянки той самой реки стало удивительным, что такая красота, да, рядом с ними. Видеть красивое в повседневном, это и есть, наверное, то, что в фотографии привлекает? Да, конечно, это, наверное, самое интересное, что и завлекает, потому что то, что мы видим, особенно это в рассветные часы, там, или в закатные часы, ту природу, да, как она преображается, как она предстает перед нами, ну, это действительно, наверное, вот, это та прелесть, да, которая нас окружает в том числе, и берег реки Листвянка, да, вот, показал то же самое. Что удивительно для многих. Что удивительно для многих, да. Данная фотография еще попала в подборку журнала «Российское фото», да, то есть, который опубликовал, сделали подборку по зимним фотографиям интересных, красивых мест со всей России. Как вы думаете, вот, допустим, таких красивых мест, как наша река Листвянка, в России великое множество? То есть, по сути, любой пейзаж может быть в один или другой момент красивым. И получается, что туристы, увидев ваши фотографии, захотят приехать на берег Листвянки, не разочаруются ли они как-то? Да, но здесь, я понимаю, о чем вы говорите, здесь важным моментом, конечно, является еще и игра света, да, то есть, мы же понимаем то, что при каких условиях была сделана та или иная фотография, и что этому поспособствовало, да, поэтому люди, которые захотят приехать и посмотреть, да, то есть, они должны понять то, что если они приедут при той температуре, которая у нас за окном сегодня, да, то есть, это минус 5, ничего подобного они не увидят. Вот, поэтому для каждого места, для каждой фотографии, наверное, вот, нужно понимать то, что нужны определенные условия, да, чтобы увидеть вот всю эту красоту. Фотография вообще как жанр, как направление занимает сейчас очень важную часть в жизни человека, и в частности, пейзажное фото. Вы как себя чувствуете причастным к тому, что сохраняете на века моменты, пейзажи и так далее? Вы знаете, я на самом деле, вот, за весь период времени пользования фотоаппаратом, да, то есть, вот, я с 2010 года занимаюсь, я перепробовал достаточно большое количество жанров и остановился на природе. Почему? Потому что время быстротечно, природа меняется, меняется окружение, меняется наше восприятие. И, на самом деле, очень приятно видеть те фотографии, которые были сделаны, там, определенный период назад. И ты видишь то, что сейчас на этом месте, там, образовался какой-то котлован, где строят очередной какой-то дом, там, или еще что-то, да. Вот это, конечно, да, вот это греет душу, и это показывает, в первую очередь, наверное, то, что, вот, люди, посмотрите, что мы имели, да, и что мы получаем. Поэтому, удивительно, ну, как правило, всегда рядом, но мы, вот, в силу, наверное, того, то, что не замечаем этого, там, или стараемся не замечать, да, мы, вот, мы это убиваем, да, мы не ценим это. При этом, вот, вы говорите о том, что удивительно рядом, но работа фотографа, особых взгляд тоже имеет немаловажное значение. Вот вы говорите, что игра света, допустим, да, во время тумана, а также, как художник выстроит композицию или поймает фокус, резкость, это ведь тоже немаловажно, да, в портрете, в пейзажной съемке? Да, конечно, немаловажно, все-таки отчасти пейзажные фотографы готовятся, да, к своим выездам, планируют, наблюдают все-таки очень много факторов, да, которые влияют на конечный результат. Да, это совокупность, да, совокупность, наверное, каких-то вещей, которые нас и приводят к конечному результату. Что касаемо уже непосредственно работы на месте, да, работы с пейзажем, здесь не задумываешься, как выстраивать композицию, здесь не задумываешься, поймаешь ли ты фокус, не поймаешь, да, потому что уже работаешь на автомате, да, и ты в голове имеешь уже конечный результат, который ты хочешь достичь, поэтому пальцы нажимают на спусковую кнопку, уже, можно сказать, автоматически, поэтому ты уже ловишь этот кадр, ты выстраиваешь этот кадр, вот, поэтому, конечно, работы колоссальны, работы колоссальны, и времени убиваешь на это тоже очень много. При этом у вас есть какие-то любимые сюжеты, насколько я понимаю, рассветные, закатные часы, да, когда? Да, конечно, безусловно, потому что все-таки в это время природа, она показывает, наверное, всю свою красоту, потому что мы привыкли все то, что солнце, если у нас светит днем, все замечательно, все хорошо, но мы не видим, как рождается день. Мы не чувствуем с вами то, как в момент рассвета туман оседает на кожу, да, и вот образуются вот эти капельки росы, да, то есть вот это надо чувствовать, вот это вот, вот это, через это надо просто пройти, потому что словами объяснить достаточно все очень сложно, нужно просто попробовать, вот приехать куда-либо, да, не имеет значения, куда, ну, вот, вот, на рассвет, и просто вот ощутить, вот, через что приходится проходить. И тогда мы, я думаю, наверное, действительно начнем ценить, уважать природу, и вот как-то, наверное... И видеть прекрасное даже в самом обыденном. И возвращаясь к фотографии морозного, туманного утра на реке Листвянки, вы сами, как вот эту фотографию, может быть, выделяете, или с вашей точки зрения у вас есть поле шедевральное фото? Ну, шедевральное, я понимаю, сам автор вряд ли так называет, но любимое вами. Вы знаете, я третий год подряд ездю зимой на Листвянку, то есть и каждый раз она, можно так сказать, дает, наверное, мне какой-то новый кадр. Да, новый кадр, я вижу что-то новое, я могу снимать одно и то же место, один и тот же пейзаж несколько раз, да, то есть до тех пор, пока я не увижу вот именно той картины, да, которую я хочу. Назвать шедевром тот кадр, который, скажем так, попал, да, во все вот всевозможные там какие-то шорт-листы и так далее, то я не назову его шедевром для себя. Потому что, зная место, зная всю эту локацию, я понимаю то, что можно было бы подождать еще там несколько минут, да, то есть был бы другой свет, была бы другая тень, да, и, возможно, он получился бы другим, этот снимок. Кто знает, может быть, не сделанный тот кадр, да, он мог бы быть лучше, поэтому сложно, очень сложно вот дать оценку. Ну, интересно. Ну, очень интересно, это завлекает. Наши телезрители будут с удовольствием и далее следить за вашим творчеством, я, в частности, с интересом буду теперь обращать внимание на National Geographic, на любимом интернет-ресурсе. Мы прощаемся с вами до следующего выпуска, с нами был Олег Буцкий, всего вам самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!